Собирались участники акции по уже сложившейся традиции возле спорткомплекса Абакан. Площадь буквально заполонили люди с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция народная и по правилам свободна от всяческой рекламы, в том числе политической. Условие одно – желание пройти в марши. И таким способом еще раз рассказать людям и главное – показать своих героев. Мой отец Роголин был Степанович. Дошел до Берлина. Каждый год в любую погоду вы будете на улице. Получила красная звезда, орден и медаль за отвагу и за взятие Берлина. Таких историй тысячи и даже десятки тысяч. Ведь из Хакасии на фронт ушла почти четверть до военного населения, более 70 тысяч человек. Так что фронтовики есть без исключения в каждой семье. Митинг открыл глава города Николай Булакин. Он напомнил, что это праздничный марш, где герои-фронтовики идут в одном строю со своими внуками. С праздником вас, дорогие абаканцы! Слава героям-победителям! С днем победы вас, бессмертные бойцы, бессмертного полка! Ура! Бессмертный полк в Абакане идет по центральной улице Ленина двумя колоннами, по шесть человек в каждом ряду. По пути к колоннам присоединялись все новые участники. Николай Булакин по традиции в первом ряду. Рядом с ним шла депутат Государственной Думы России от Хакасии Надежда Максимова. Само шествие – зрелище завораживающее. Тысячи и тысячи горожан от совсем юных, да очень и очень пожилых с гордостью несли портреты своих фронтовиков. Впереди оркестр и знаменная группа. Копию знамени победы в этом году нес сотрудник республиканского военкомата Олег Пагельс. А на тротуарах, на бульваре из окон домов за демонстрацией смотрели люди, и многие не могли сдержать слез. Как говорится, зримая память. Мой дедушка был простым рядовым, но заслужил две награды за отвагу. И вот эта гордость за моего деда вместе с внучкой привела нас сегодня сюда. В бессмертном полку участвует много молодежи. У каждой школы были собственные небольшие коробки. Но потеряться в такой, казалось бы, огромной массе народа трудно, ведь все знали, что идут к вечному огню. Я счастлива, что придумали такой праздник. Гениальный человек придумал это. Этот праздник справляет во всем мире. У меня просто мурашки по коже. Мы с внучкой идем. Внучка счастлива тоже. Великая идея, великой страны. Мы победили, мы будем помнить об этом всегда. Гениальные люди, придумавшие бессмертный полк, живут в Сибири. В 2007-м это была идея одного человека из Тюмени. С 2012-го народная инициатива получает свое имя с легкой руки наших коллег-телевизионщиков из Томска. И сейчас бессмертный полк шествует более чем в тысячи городов в 17 странах мира. И участвуют в нем миллионы человек. Я знаю, что все, кто несет портреты, все наши герои-победители, они сегодня с нами. Я чувствую их дыхание. Пусть они на небесах, но я точно знаю, что они идут сегодня с нами в этом полку. В этом году устроители не стали запирать демонстрантов на площади, чтобы не создавать давки. Колонны прошли мимо памятника воинской славы. И к вечному огню вернулись только желающие, чтобы еще раз почтить память героев и положить цветы к мемориалу. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вестихокасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова